Ну и последний у нас YouTube. Здравствуйте, мои дорогие девочки! Сегодня для тех, кто дождался этого эфира, эфир будет по фабрике, сумкам фабрики Бути. Это, наверное, из-за того, что у нас есть в наличии к этому весенне-летнему сезону. Это будет последний прямой эфир из сумочек, которые есть в наличии. И следующие уже будут новые поставки. Поэтому здравствуйте, все мои дорогие! Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, все сердечки! Спасибо вам за сердечки! Спасибо вам за приветствие! Хочу вам сегодня показать вот эти эксклюзивные сумки. Скажем, эталон того, как должна быть шита сумка. Я уж не знаю, мне кажется, у меня все эталоны тут теперь. То есть я выбираю самые лучшие, по моему мнению, по качеству сумки, которые, ну, наверное, могу себе позволить назвать себя экспертом, которые действительно идеально шиты, идеально скроены. Крой необычные, сложные сумки, уникальные. Это не значит, что они яркие, броские. Они шиты особенным образом, особый крой, что-то интересное, какая-то изюминка есть. Иногда это простая сумка, но дорого-богато. Вот тихая роскошь – это о сумках гути. И это не только мое мнение. Я когда-то в силу училась, и когда я только, скажем, ну, наверное, на первых этапах не начинала продавать сумки, а когда, наверное, я их продавала. Здравствуйте, Наташенька! Вот, наверное, может быть, первые пять лет человек, который организовал потом производство, очень успешный, который потом организовал марку Гауде, он много чем делился со мной, с моим партнером, скажем, по бизнесу, и рассказывал, как должна быть сумка скроена, как шита, какие у нее должны быть ушки, ножки, и много чего нам рассказывал на Миланской выставке. И вот, когда мы пришли на Стэн Бути, это были сумки, вот они прям видно было, что они очень дорогие, но на них не было ярких кричащих деталей, немножко они выбивались из-за, скажем, того ассортимента, который мы тогда продавали, Григорио, Тоннели, то есть какие-то яркие пряжки, бантики, стразики. Они были дорого-богато, то есть тихая роскошь. Это то, что идеально скроено, это дорогие материалы, это идеальный пошив, то, что не выходит из моды, то, что много лет потом будет модно. Обычно такие вещи уникальные, крепко подделывают, то есть купив эту сумку, сложно сказать, вы купили ее 5 лет назад, 10 лет назад, год, то есть всегда можно ее взять в своем гардеробе, скажем, дополнить какой-то ваш классический лук, и эта сумка будет уникальна, неповторима, ну и, конечно, для тех, кто понимает, она вызовет неподдельный интерес, потому что она имеет какую-то свою изюминку, простота, но вот эта простота с вниманием каждой детали. Поэтому вот я очень хотела найти эту марку, опять же вам рассказывала, что в Милане на выставке я на протяжении двух-трех выставок искала, не нашла, но потом так сложилось, вот ситуация уже, наверное, говорила, что была во Флоренции, пошла погулять и пошел дождь, я забежала просто в магазин, потому что дождь начался достаточно сильно, без зонта была и без головного убора, это все-таки был февраль месяц или конец самый, и, соответственно, забегая, я вижу знакомые, скажем, сумки, знакомую рекламу, будьте, так вот мы встретились потом с владельцем, который приезжает туда в субботу-воскресенье во Флоренции, это два магазина, один возле Понто Векио, золотой мост, то есть старинный мост, где продают все золотые украшения, это символ Флоренции, и, соответственно, рядом с этим символом Флоренции, Понто Векио, находится прямо магазин Буттик, второй находится в центре, где находится Риношенте, где находятся все бренды, все магазины брендов высокой моды, и вот предлагаю на ваше, скажем, внимание, на ваше обозрение вот эти сумки, мне они очень нравятся, может быть, как правило, наше мнение сходится, во всяком случае, тех людей, которые ко мне присоединяются, которые у меня что-то покупают, и поэтому предлагаю вам вот такие необычные сумки, их уже осталось немножко, я их и получила немножко, вот, или хотелось бы те, кто любит, вот, скажем, большие форматы, я вот вижу здесь одну Ольгу, Наталью, то есть те, кто любит сумки большие, но чтобы они не были громоздкие, чтобы они были выразительные, красивые, чем-то особенные, вот могу вам предложить эти сумки. Как правило, опять же, каждая марта, она характеризуется каким-то своим особенным характером, дизайном, узнаваемым стилем, вот у Гути он свой узнаваемый стиль, поэтому некоторые сумочки похожи друг на друга, и что мне очень понравилось, они, во-первых, эта марта делает сумки из питона, из натурального питона, она делает сумки из натурального крокодила, и она делает сумки из премиальной элитной кожи, самого лучшего, высокого качества. Эти сумки стоят в магазинах в этих двух 800-900 евро, спросила я у Америго, кто покупает, в основном покупают корейцы, японцы, то есть те, кто ценит экологичность, те, кто ценит тихую роскошь, то есть когда это дорого, богато, не кричащие и не выходящие из моды, то есть рациональные покупки, которые можно носить много лет, потому что вот сейчас я понимаю, что вы покупаете очень много сумок. Наверное, сносить за один сезон и за год все эти сумки не получается, и такая сумка, которая, ну, маловероятно, что у кого-то встретится, вы можете ее взять, купить, допустим, пальто из верблюжьей шерсти, да, до Максмара, или, может быть, какую-то шубу, пуховик, опять же, вот сейчас коричнево-карамельная гамма входит в моду, в этой сумочке дополнили образ с удовольствием, радостью, пошли, скажем, куда-то на работу, на концерт, вот, и поэтому хочу вам сейчас их показать. Еще раз напоминаю, что магазин у нас есть в Москве, находится он в Авилово-4, это метро Ленинский проспект, МЦК площадь Гагарина, прямо напротив Гагаринского, не в Гагаринском, а напротив торгово-развлекательного центра Гагаринский, кстати, здесь достраивают еще одну часть, будут здесь кинотеатры, будут развлекательные разные еще опции, вот, и напротив новых домах, это называется Пик Комфорт жилой комплекс, вот, находится магазин, вывеска у нас ГАЗ, пока вывеской не занималась, пока у нас есть все это так. И опять же, для тех, спрашивая, кто как заказать, я, видимо, не повторяю и не пишу на свое видео, всегда под видео, нажимаете слово «Еще три точечки», там есть текст, объяснение, краткое изложение, допустим, характеристики той марки кошельков, сумок, которые я показываю, и есть самым первым, теперь я пишу телефон для заказов и вопросов. Пишите, пожалуйста, это наш рабочий телефон, плюс семь, девятьсот шестьдесят четыре, семьсот двадцать девять, одиннадцать двенадцать, телефон всегда со мной, у девочек в WhatsApp есть тоже, в компьютере есть WhatsApp, как правило, сейчас отвечают они вам, а на телефонные звонки всегда отвечаю я, поэтому всегда есть информация, если вдруг по какой-то там случайности, я, может быть, забыла что-то написать, то посмотрите другие видео, там всегда есть телефон для связи. Присылаете скриншот, задаете вопросы, мы вам на них отвечаем, также все заказы, и еще раз повторяю, что сейчас наложенный платеж, ничего не меняется, все остается, так и было, но мы добавляем инкассацию, то есть инкассацию, стоимость отправки суммы наложенного платежа на мой расчетный счет теперь происходит за ваш счет. Если же вам так не очень удобно, и вы не хотите платить эти 100, 200, допустим, 300 лишних рублей, пожалуйста, мы вам можем выставить счет, и вы оплатите предварительные стоимости того, что вы заказали на мой расчетный счет, не на мою карту, никуда, на мой расчетный счет индивидуального предпринимателя, Кириченко Ирины Михайловны, в счете есть все данные, банк Авангард, можно заплатить из кредитной карточки, точно так же оплата по реквизитам, не обязательно для этого идти в банк, то есть все экологично, все правильно, и, соответственно, два способа оплаты. Очень много новых людей присоединяется физически, поговорить с каждым человеком. Я не могу, чтобы понять, насколько серьезны его намерения, вот у нас как-то три дня подряд возвращались три возврата, то есть люди просто за ними не пришли. Поэтому прошу понимания, я вам верю, я вас уважаю, я отправляю вам сумки без предоплаты, но вот, к сожалению, есть люди, которым просто, наверное, хочется поиграть сейчас в магазин, то есть я позвонила, заказала, пришло, и нет уважения даже прийти, хотя бы если посмотреть, что ты заказала, если тебе не понравится, чтобы хотя бы ушел, скажем, заказ ваш в обратную сторону. Нет, он лежит две недели, плюс выходные, сейчас лето, жарко, солнце, и потом возвращается к нам в обратную сторону. Это заложен наш труд на то, чтобы ответить, объяснить, лишнее фото прислать, упаковать это все, отправить, заплатить за дорогу в одну-другую сторону, поэтому прошу вашего понимания. То есть ко мне уже доверие есть, уже никто не сомневается, меня вы все знаете, поэтому делаем сейчас таким образом. Или же инкассацию включаем, ставим галочку, и вы видите, например, образно говоря, стоит 7500 что-то, следующая колонка у вас уже будет 7610. То есть это уже стоимость с отправкой наложного платежа, мы объясняем подробно, чтобы просто каждому человеку не писать и не объяснить. Суммы там не такие большие, но учитывая то количество посылок, которые мы отправляем, и, скажем, аренду красивого этого магазина, цены все остались прежние, вот, но, прошу понимания, мы как бы включаем, это уже беженокобой. На сумки Бути, на некоторые модели, я сделала 10% скидку на светлые летние сумочки, буду сейчас озвучивать. Некоторые остались все, как было там, где цвет темный. И давайте приступим к рассмотрению коллекции элитной, эксклюзивной, итальянской фабрики Бутик. Так, вот, есть у нас такая красивая линейка. Постаралась, опять же, чтобы мой, скажем, лук соответствовал этим сумкам. То есть, сумки интересно сделаны, мне вот напоминают, о чем разговаривали сегодня, звонили мне несколько покупателей, кто про кошельки вспоминает, какие эмоции набивают. Я, например, когда в Италии первый раз ехала Фрейча Руссо, красной стрелой, я ехала на поезде в Милан, чтобы потом из Милана мы летели на Сицилию, в Таурмино. Это был митинг в JLS, то есть одна из самых крупных итальянских транспортных компаний, Капа Таурмино, шикарный отель, это оплачивает JLS. Вот, поскольку был приглашен на Нелон, был экс-председателем JLS, и я ехала, соответственно, в статусе, скажем, его жены или, как это называется, компании. И это была настолько шикарная поездка, отель, и вот прям в скале спуск, такая красота. И у меня вот эта сильная эмоция. Я была на Эдне. И тогда первый раз вот что мне запомнилось. Мы ездили на экскурсию на Эдне. Поскольку я еще не говорила на итальянском, говорила очень плохо, но я хорошо говорила на английском. Я сидела впереди вот в этих вот машинах, у меня был водитель мне дали итальянского молодого человека, который хорошо говорил на английском. Лично для меня он все это объяснял. Мне было настолько приятно, что сидят все владельцы этого франчайзинга. Они сидели сзади в кузове, а мне человек с гордостью об этом говорил, он мне все на английском языке объяснял. И я была на Эдне. И я стояла у кратера и говорила, господи, учила в школе по географии, этно, везувии, никогда не думала, что я буду стоять у кратера. Спасибо жизни, Боженька, что ты мне дал эту возможность. И вот просто тогда вот столько всего было интересного, что я это запомнила. И вот это вот еще есть фотография, я стою у этого поезда, красные стрелы, бизнес-класс написано. Вот. И поезд напоминает, вот скажем, поскольку он очень динамичный, да, и вот напоминает он, вот сумка эта, она мне напоминает вот этот Фрэйча Роса, то есть сам локомотив вот этого поезда, да, и сразу вызывает у меня вот эти вот эмоции. Этно, солнце, Сицилия, Таурмина, вот эта вся красота. И тогда мне еще Нелла сказала, ты сейчас едешь в один из самых красивых мест мира. И вот действительно я влюбилась в эту Таурмину, я потом была несколько раз. И вот как сказала Татьяна Жукова, это один из очень известных российских психотерапевтов, она говорит, что вот эти сильные эмоции тело запоминает, и запах запоминает, и когда ты берешь в руки какие-то вещи, которые тебе об этом напоминают, у тебя эти эмоции опять вот как бы всплывают, и ты их опять проживаешь, и проживаешь вот это вот удовольствие, радость, которые ты испытала, то есть чем-то они вызваны. Вот, поэтому мне это напоминает очень вот эту Фрэччу Росу. К сожалению, вот, ну не вижу, что вы пишете, потому что я сегодня, да, надела вот эти очки, не взяла другие, мне не очень хорошо видно. Вот ваш текст. Ну вот теперь показываю вам вот эту красивую сумму. То есть у нее вот так интересно сделано, когда вы несете ее в руке, да, то есть видна вот эта вот боковинка. Вот качество сумки, вид всегда, не только вот лицевая поверхность, да, вот так красиво, но вы же ходите сумкой вот таким образом, да, или вот таким образом, и всегда видна вот эта боковая часть. То есть вот так вы, конечно, поворачиваетесь к людям, но когда вы разговариваете с собеседником, вы же не стоите вот так. Вы, естественно, и в транспорте, или где-то вы разговариваете, то есть у вас видна боковая часть, скажем, вашего аксессуара. И вот когда вот эти мелкие детальки, все это идеально исключительно сделано именно сбоку, насколько приятно, когда собеседник на вас смотрит, и вы стоите вот с такой красивой сумочкой, видна все-таки ваше лицо, и видна вот ее боковая часть. Это вот такой красивый саквояж. Поскольку сейчас саквояжи входят в моду, вот, кстати, моя подруга Оля купила несколько саквояжей протези у меня, и она говорит, что вот яйцо купила, и она говорит, я прям вот получаю удовольствие от лица, но говорит, все на работе, она работает в правительстве, вот, и она говорит, ну просто все на работе, оборачиваются на эту сумку, вот именно вот эти саквояжики. И все, говорит, смотрят, и все ими восхищаются. Ну и, соответственно, это что-то необычное, что-то особенное, чего нет у других. Вот, поэтому предлагаю вам, добрый вечер, Анечка, предлагаю вам тоже вот эти вот красивые саквояжи. То есть вот она, смотрите, какой красивый бочок. Здесь идет вот эта ткань, склейка. Идеально вот зашлифована до зеркального блеска. Это все делается руками. Итальянцы это все обрабатывают ручную, красят, сушат, красят трижды, входят туда глубоко в кожу, все это прострочено. Идеально сделаны вот эти молнии, то есть они вот здесь так сходятся. Очень такая динамичная форма, потому что, вот смотрите, сумка большая, но из-за вот этой динамики, из-за вот этого вот, скажем, сужения здесь, она не смотрится громоздкой. Она смотрится очень такой компактной, динамичной, и не смотрится вот таким огромным чемоданом. Вот, два бегунка. Вот тоже как красиво обработаны сами бегуночки. Вот молния, да, видите, здесь вот узелочек. Все это прошито, все обработано. Сделана вот такая, вот немножко напоминает мне, как на сумках из ската, вот выпуклая вот такая вот тоже динамичная полосочка, острая, которая вот, как бы делает более компактными, легкими и воздушными вот эти вот боковинки. Да, вот она с двух сторон. Вот это все выпуклое, все простроченное. Это нужны специальные машины, то есть на коленках, скажем, на каком-нибудь таком простом оборудовании вы это не сделаете. Вот эту вот прессовку, все. Посмотрите донышко. Вот смотрите, какая красота. Сумка большая, и здесь не просто сделаны четыре ножки, да, здесь сделано шесть ножек. Повторяет вот эту часть и вот эту часть. Даже на донышке, внимание к деталям, да, вот опять же вот эти такие же по форме детальки, на них сделаны ножки. Вот кто видит донышко, да, вы видите донышко. И вот посмотрите, как красиво сделано даже это донышко. То есть вот тихая роскошь, да, когда вещь идеально сделана, даже донышко сумки. Но вот с заклепочками персонализации, все отстрочено. Вот посмотрите, насколько все это аккуратно. Сумка не тяжелая. Логотипчик малюсенький, малюсенький. Вот он бути, вот он логотипчик здесь. Ну и соответственно, очень необычно вот все сделано. И ручка, видите, как она вот сюда в серединку вшита. То есть одна ручка. Негромоздкая, небольшая, очень аккуратно все сделано. И есть длинный плечевой ремень, вот ушки. То есть открывается тоже удобно сумочка. Вот таким образом. Здесь вот как раз бумаги нет. То есть у нее вот такая красная подкладочка внутри. Длинный плечевой ремень есть. Сейчас покажу на другой сумке. И ремешка два. То есть варианта два. Есть вот такой узкий длинный плечевой ремешок. Тонкий, регулируемый. Посмотрите, какая фурнитура. Вот прям цилиндрик вот такой вот. Необычный карабин, не такой, как все. Вот он, видите, вот он лежит и внутри, такой карабинчик. Очень красивая, дорогая фурнитура. Вот смотрите, какой красивый, да? Вот они, два вот этих карабинчика. Здесь вот подкладка не текстильная. То есть если вы что-то выпачкали, можно это все почистить. Сумка открывается до самого конца. Вот такое широкое, удобное открывание. И внутри карман для документов. Сделан тоже вот из кожи с клапаном. Вот он закрывается на магнитик. С клапаном вот такое удобное отделение. И есть у нее вот такой еще модный плечевой текстильный ремень. Вот с такими же точно, скажем, деталями, как на сумке. И сейчас покажу на другой модели из тиснения подкрока. Там уже ремешок этот пристегнут. Как это выглядит. То есть, пожалуйста, можно менять стилистику сумки. Можно носить ее как более спортивный вариант. Можно носить ее как более классический. Так, сейчас секундочку. Чего-то не обижала. Так, сейчас. Вот, и здесь такое же отделение. Вот здесь тоже из той же кожи идет еще кармашек один. То есть, вот такая вместительная большая сумка. С двумя плечевыми ремнями. Для разных, скажем, нарядов и жильяных ситуаций. То есть, два бегунка. Удобно она застегивается. Сейчас посмотрим цену вопроса. Сумка не дешевая. Стоит она 80 тысяч. Минус 10% будет 72 тысяч. Кожа много. Линейка премиальная, элитная. Поэтому эти сумки имеют не дешевую цену. Вот такая получается у вас красота. Вот такой садвояж. Необычный, стильный для тех, кто ценит вещи статусные, не кричащие, идеально скроенные сделки. Так, есть. Вот как раз таки. Есть она в черном цвете. Классика жанра черный. Тоже вот такая же идет здесь боковинка. Красивая и динамичная. Принцип все тот же. Соответственно, так вот она носится. Назги и локти очень элегантно, стильно выглядит. Красивый бачок у нее такой. Прям очень интересный. Сюда поместится и формат А4. Сумка достаточно большая, вместительная. Необычные красивые формы. И вот сейчас покажу здесь, как она сделана с длинным дичевым ремешком. И вот она есть. Крока Гималайи. Вот в таком пастельном, скажем, цвете топленого молока с серо-коричневой гаммы форма та же. Это тиснение. Ну, настолько тиснение, скажем, приближено к действительной коже крокодила, что я, когда ходила в магазине, я не могла отличить, скажем, сумки из действительно кожи крокодила от сумок с тиснением. Здесь просто дорогая кожа, дорогое тиснение. Поэтому оно выглядит практически, если не знать, что это тиснение, то даже люди, знающие, сложно отличить, потому что стояло две сумки и практически не отличим рисунок на коже крокодила. Видите, здесь не повторяется ни рисунок, ничего. И все идеально сделано с кровью. И вот опять же то, о чем я вам говорила. То есть вот есть такой длинный плечевой ремень, когда сумку можно надеть через тело, можно на плечо. То есть более спортивный вариант вот такой. И есть у нее тонкий плечевой ремешок, тоже регулируемый, когда сумочку можно надеть на тонком ремне на плече. Вот видите, удобно открывается, два лягунка. Сейчас я имею в виду второй ремешок здесь. Вот он. Вот видите, видите. И вот есть свой тонкий обычный плечевой ремешок. То есть можно сумочку носить вот так, как хорошо бежевая, как с лягами сумка. И вот таким образом она хорошо смотрится. И можно ее надеть на тонкий плечевой ремень. Вот уж рыжую там все это доставали. Приходил фотограф, все фотографировали. Из рыжей сумки бумагу достали. Обратную я не вижу, чтобы туда что-то положили. Сейчас я вам покажу на ней ремешок, который с плечевой ремешок. Пристегну, чтобы вам не показать. Попробую распечатать. Попробую распечатать на совесть. Потому что нам понадобится немножко-то и немножечко. Потому что запрещали не на шутку. Сейчас, девочки. Даже на совесть ремешок заклеили. Не оторвать. Попробую распечатать. Попробую распечатать. Попробую распечатать. Ремешок регулируемый. Ремешок регулируемый. Линейной короче можно его сделать. С пряжечкой. Вот эти красивые, легко открывающиеся гранили. Можно надеть на плечо и на пальто. Можно надеть через тело. Здесь уже будет тонкий. И у этой сумки есть тоже широкий. Текстильный, печевой ремень. Как вам больше нравится. Вот такая красивая модель. Достаточно большая, крупная. для высоких статных женщин. Поставляем ее так. Теперь следующее, что хотела показать. Давайте рассматривать. Вот сумки. Они есть в двух размерах. Здесь вот такие красивые ручки. Есть большая, есть маленькая. Добрый вечер, Нина. Я вижу, что вы здороваетесь. Я вижу, что кто-то что-то пишет. Приходится подходить ближе. Теперь рассмотрим вот эту линейку сумок. Сумка идет с серединкой. Идет у нее средний отдел. Извиняюсь, не досмотрела. Набрахировал фотограф. Затолкали все внутрь, как ни попадя. У сумочки есть вот такой средний отдел на молнии. Вся она внутренне кожаная. Склеено два слоя кожи. Наружный и внутренний. Закрывается она на кнопочки вот здесь и вот здесь. Поскольку там есть третий отдел, прям полностью сумка вместительная на молнии. И вот длинный плечевой ремешок, при помощи которого сумку можно носить на плече. Сейчас все пристегну с одной стороны. Есть вот такая кисточка красивая. И вот как красиво вот этот средний отдел он пришит сюда, то есть при помощи вот такого ремешочка. Вот такие красивые подкройные элементы, уголочки. Все это красиво подкроено. Ножки на донышке. Длинный плечевой ремень носится через туловище сумки. И, конечно, здесь вот эти красивые ручки. Все идеально, шикарно обработано. Вот они сюда вшиты. Видите, вот здесь шов, ручка тоже вся отшлифована идеально. И вот такой полноценный большой отдел. Он не просто узкий. Это широкая такая косметичка. Я думаю, что она даже съемная. И сейчас посмотрю, снимается ли она. Да, она снимается, она съемная. Можно ее вообще отсюда вынуть и потом использовать в других сумках. Ну, я люблю, что ее придется вынимать и вставлять. Вот здесь вот она вынимается через эту часть. Я сейчас вам покажу. Не для того, чтобы ее вынимать каждый раз. Она не так легко снимается. А вот она, видите, расстегивается вот здесь. И вот эта часть полностью съемная. Сейчас я вам покажу. То есть там внутри полностью полноценная сумочка. Такая объемная на молнии. То есть полностью много вещей. Не плоская просто полосочка с молнией. Видите, у нее даже уголочки вот так вот прошиты, сделаны. То есть там полноценная сумочка. И еще плюс потом закрывается. Хотите, можете закрывать на кнопки. Хотите, можете, я просто, как получилось, туда бумагу эту на весу заталкиваю. Ну, а там, когда будут у вас лежать вещи, она все будет аккуратно у вас прекрасно закрываться. То есть хотите, можно ее носить закрытой. Только эту часть эту не закрывать. Сюда твой зонт, блокнот, ежедневник. Какие-то такие вещи, может быть, которые не особо ценные и важные. Туда кошелек, документы и все остальное. И вот, пожалуйста, закрывается еще на магнитные кнопочки. Обтянуты они кожей. То есть здесь вот, пожалуйста, все закрыто. Ни снег, ни дождь. Вот она видна, молния. То есть, несмотря на то, что здесь у верхушки молния нет с этими ручками. И все прекрасным образом закрыто. Вот. И вот эта часть, при желании, вот сюда вот вынимается. Вот она, видите, и можно эту косметичку саму полностью вот таким образом. Отсюда вынимается. То есть вот она полностью снимается, полноценная кожаная сумочка. Вот, которая, соответственно, вот таким образом потом застегивается. И таким же образом вставляется обратно. Можно использовать потом для, допустим, других сумок, для разделителей. Вот там, где сумки есть, может быть, даже плетеная вот рыжая сумка есть. Если у кого-то есть эти сумки, там нет перегородок разделителей, то вы можете безболезненно. Вот она обратно вставляется таким же образом, как вынимается. И пристегивается в обратную сторону. Если есть какая-то цепочка или еще что-то, то можно носить ее при помощи, пристегивая вот к этим ушкам, еще и как какую-то отдельную сумочку. Ну и вот есть длинный печевой ремешок, регулируемый с кнопочками. Все время почему-то сюда впадает еще и вот эта кисточка. Цена вопроса 43 800. Это большая сумка, формат А4. И вот маленький логотип вот здесь будет сделан в Италии. Так, это сумочка у нас есть в трех расцветках. То есть там был цвет карамели, я вам сейчас показывала. Есть она вот в классике в черном. И вот цвет фанга, толпы. Посмотрим сейчас, что здесь написано. Цвет капучино. И вот универсальный, такой красивый. Видите, вот молния видна, нет никаких дырок. То есть есть цвет черный и есть цвет капучино. Здесь хотите так, хотите так. И длинный плечевой ремешок. 43 800. Стоит и достаточно большой формат для формата А4. Дорого, богато и невычно. Так, и в маленьком размере эта же сумочка. В таком же цвете капучино. Принципы устройства тоже. Так, напишу сейчас, чтобы привели в порядок эти сумки. Чтобы аккуратно все сложилось в бумагу. Чтобы вот так безобразия такого здесь не было. Когда фотограф фотографирует внутри, она вынимает все вот эти вот бумажки. Все эти упаковочные пакеты. Соответственно, вот вынули, быстро затолкали. И так вот тут все осталось. Очень извиняюсь, да некогда тоже было посмотреть. То есть опять же сумка вот двусторонняя кожа. Склеена одна кожа с другой. Внутри вот такая же сумочка на молнии. Длинный плечевой ремешок. Точно так же она расстегивается. Тоже так же можно вот эту серединку вынуть. Ну вот здесь как раз вот логотип бути внутри. И, соответственно, давайте наденем и на плечевой ремешок. Посмотрим, как выглядит сумочка на длинном плечевом ремне. Так, 36 300 стоит эта сумка, которая меньшего размера. Закроем сейчас вот кнопочки. И наденем для нее длинный плечевой ремешок. След капучино. Тоже есть кисточка. Съемный органайзер. И ремешок плечевой регулирования. Такая сумочка есть цвет капучино. И черная. И черная. Сейчас в черную. Сейчас в другите в черную. Представим вот эту сумочку. Тут вот приключает. Если ее вот таким образом. Или же она как в высокоте. Она прекрасно ложится на ведро. Вот он универсальный цвет капучино зимний летний. Вот здесь она краска жанра. Черный. Все тоже так же. Кисточка, все так же закрывается, застегиваются на кнопочки. 36800 с кисточкой, красивая сумочка и носить ее вот таким образом, на ленинном плечевом ремешке, или вот в руке, чтобы было видно, или вот носки в руке. То есть классика, которая не выходит из моды никогда, великолепное качество исполнения, пошива, подкрайные элементы, ножки, все есть. Так, теперь вот из этой линейки, похожая осталась одна вот такая крамельная сумка с такими же ручками, и она вот здесь присобрана еще на кулиску, тоже длинный плечевой ремень. Эта модель уже закрывается на молнию, то есть она вот здесь уже не вставочка у нее есть, а здесь эта сумка уже закрывается полностью на молнию. У нее вшили вот такие вот, скажем, серединку ушки, которые закрываются на молнию. Вот эта же красивая кисточка, длинный плечевой ремень. Здесь эту часть можно регулировать, собирать больше-меньше путем развязывания и завязывания узелочка. Тоже ножки, тоже вот эти красивые подкрайные элементы. Идеальная обработка. То есть вот таким образом и на руку надевается. Очень удобно держать в руках, прекрасная обработка, все прям гладенькое здесь. Здесь очень удобно, не широковатая вот эта поверхность. Здесь уже есть кармашек вот для документов на молнии внутри, бульси, длинный плечевой ремень. И вот одно большое вместительное отделение, которое можно положить и формат четвертый. Если нужен какой-то органайзер, сюда можете вставить. Вот на длинном плечевом ремешке. Эта сумка носится тоже на плече и через тело. Здесь очень красивые кисточки. Легко застегивается, все убирается, ничего не видно. И вот эти круглые ручки. Вот такая красивая, добротная, дорогая, богатая сумка. Вот такая красотиша карамельного цвета. Так, цены вопроса. Не вижу этикетки. Сейчас я сниму. Сертификат на молнии 43-800. То есть вот эта модель на молнии стоит 43-800. Сумка достаточно большая. И, соответственно, можно носить и формат А4. Так, пока филюристы, кто носит документы, прекрасная модель. Так, следующие вот такие сумочки. Помните, как я вам говорила, что вот такая сумка, она вытягивает тело. То есть длинная, узкая, четкая геометрия, острые вот эти уголки. И, конечно, такие сумки собирают образ. Выглядят очень компактно. Три, здесь пять ножек. Две по краям серединки. Бамбуковые ручки. Вот эта красивая кисточка. Сделанный вот кусочек бамбука. Все идеально. Вот как ключница здесь. Здесь закрывается сумочка на четыре кнопки. Не на одно, на четыре. Здесь достаточно вместительный один отдел. Карман для документов большой, на молнии, на всю сумку. Достаточно глубокий. Внутри лежит сертификат. Так, сейчас посмотрим цену. Она внутри из замши сделана. Тоже склеена между собой два слоя кожи. Кармашек для телефона, для ручек. Внутри с этой стороны. Замшевая внутри. И здесь хорошо, что длинный плечевой ремень есть у нее. Сейчас его покажу. Вот он, регулируемый на карабинах. Ушки вот одно здесь для ремешка, второе вот здесь. И здесь чем хорошо, что эта сумка предназначена для ношения документов. Но, чтобы, скажем, фигура смотрелась стройнее и более собранной, Документы здесь ложатся вот в высоту. То есть, вы взяли, допустим, достаточное количество документов. Сумка не расширяет фигуру, пропорции. И вытягивает тело. То есть, фигура кажется более стройной, более, скажем, компактной, более собранной. 50 тысяч рублей стоит. Вот такая красивая, посмотрите, как красиво обожжены ручки из бамбука. Да, и вот эта вот штучка, она тоже сделана с элементами бамбука. Ну и, конечно, вот такой универсальный цвет, который и зимой, и летом можно носить. Всесезонная она, используемая зимой, и летом. Идеальные строчки. Вот эта елочка, это строчек дорогие машинки, неровные немножко вот так с изгибом. То есть, вот красавица, строгая, аккуратная, ничего лишнего, идеально скроенная. И, соответственно, служить такой рисунком уже долго, потому что не встретите вы с ней никого. Так, путь. Снимаем вот сюда. И сейчас посмотрим, вот как раз таки переходим. Суночка, он здесь ниже, укрок. Кто-то же старались, тоже толкали. Кто подможет. Три отделения. Два вот таких просторных, вместительных. Занша внутри. Вот здесь карман с клапаном. На кармашке написано маленькими буковками боти. Здесь вот магнит, здесь магнит, здесь магнит. У сумки есть короткие ручки. И есть длинные ручки. То есть, можно носить ее на двух коротких ручках, убирая длинные внутрь. Закрывается сумочка, полностью собирается. Ну, чтобы не забыть. На магнит. Вот она закрылась сама. На магнит собралась здесь. И еще для пущей сохранности ваших вещей. Вот здесь она закрывается на, скажем, такой же застежечку, клапан. И вот, пожалуйста, для тех, кто любит носить в руках, можно ее носить вот таким образом. Можно носить ее в руках. Очень красивое здесь тиснение. Тоже ни одна ячейка не повторяется. Опять же, вот характеристика вот этой же фабрики бути. Да, характерные элементы, выпуклые. Вот эта вот динамика вся. Идеально обработанные все края. Также сделаны тот же принцип. Вот здесь идет полосочка, ножки. Видите, разные ячейки. Тиснение, ну вот они все ячейки разные. То есть, очень сложно отличить от натурального крокодила. Здесь такой красивый асфальтовый цвет. То есть, асфальт. И можно, соответственно, вот эти ручки длинные вынуть и носить сумку на плече. Опять же, вот она закрывается на магнит. Если вам нужно вот эту часть закрыть. И вот таким образом она надевается или на плечо, или носится у кого рука пополнее. Если вы хотите носить на сгибе локтя, то вот таким образом носится она на сгибе локтя. То есть, невероятно красивая здесь тиснение крока. Модель эта не дешевая. 63 тысячи стоит. Для тех, кто понимает, кто любит добротные, качественные вещи, чтобы они не повторялись ни у кого другого. То есть, вот такой серый асфальтовый красивый цвет. Мини-черный, мини-светлый. То есть, можно носить круглый сезон и с пальто, и с летней одеждой. И формат 4 сюда помещается. Вот серая сумочка. Теперь есть больший размер. То есть, вот она сумка поменьше. Вот она сумка побольше. Это уже сумка совсем большая. Здесь я думаю, что здесь. То есть, чтобы понимание было, поскольку здесь большой размер, здесь любые документы поместятся, и дорогу, кто ездит с командировки. Вот брали так. 40, 3 сантиметра. То есть, 43 сантиметра ее ширина. Сейчас я вам скажу. И 25 высота. 43 сантиметра. Вот, можно ее носить вот так в руке. Документы. Невероятно красивый, гобальтовый, синий крокодил. Есть вот эти ручки. Хотите освободить руки на плече. Кто высокий, крупный. Есть у меня любители цитоких. Короткие модели. Можно носить вот так на острове локтя. Принцип устройства все тоже. То есть, вот идет карманчик для документов. Закрывается на магнит. Здесь еще дополнительный вот карман для телефонов. Красная замша внутри. Третий вот отдел. То есть, все закрывается на углу. Документы. Все важные и необходимые вещи. Вот полноценный отдел на подкладке. Все как положено. С молнией. То есть, сумка полноценная. Сюда вы, например, кладете документы. Зонт. Здесь даже вот еще я вижу, есть карабинчик. Вот такой же для ключей. То есть, вот, чтобы прикрепить ключики. Вот, я теперь вижу. Есть еще вот карабин, чтобы сюда прикрепить ключи. Не потерять. Еще что-то надо. Здесь магнит. Закрывается сверху на магнит. И если еще нужно, эту сумочку закрыть дополнительно. Ручки убираются внутрь. Если вы хотите носить только с короткими, можно носить вот таким образом. Эти ручки не мешают. Будет вам как украшение. То есть, конечно, в дорогу или для ношения документов. Вот такая красивая большая сумка. Можно надеть ее на чемодан. И вот эти ручки надеть на, скажем, ручку. Пожалуйста, вы везете чемодан. Сонка сверху. Эти ручки надеты на ручку от чемодана. Все в полной сохранности. Если сумка полностью вся загружена, вам не нужно ее держать. Красиво, стильно и сохранно. Надели эту ручку. Вот, пожалуйста, синий красивый кобальтовый цвет. Я говорю, что не отличить от натурального крокодила. Все сверкает, ячейки все разные. Даже специалист с трудом отличит эту сумку. Потому что это тропа, натиснение от крокодила. Ну, если я думаю, что будет сумка такая стоить из крокодила, ну, 1300-1400 точек. Не меньше. И вот он, красавец в черный. Вот он и в черном цвете. Глянец черный. Вот такая красотка. Также сделаны ножки. Тот же принцип. Вот это вот динамичная часть, чтобы сумка казалась более компактной и более красивой. Вот он, классика жанра. Черный цвет. Где же он? Кто-то адвокат, кто носит документы, риэлтор, кто все это. Когда вам нужна статусная вещь, большая, красивая, стильная. Вот вам, пожалуйста. Можете презентовать сумку из крокодила. Большая, стильная, красивая. Дорога-богата, когда вам нужно показать статус, чтобы успешно риэлтор или успешный адвокат. Здесь одежда и аксессуары. Это все. То есть, чтобы выглядеть от человека, вам нужно выглядеть статусно здорово. Вот, пожалуйста, такая сумка. Статусно здорово. Вид сумки из натурального крока. Большой, красивый, стильный. Неповторимый, неукалый. Черный, синий и поменьше цвет север. Так, теперь есть две вот такие сумочки интересные. Которые я вам показывала с элементами дерева. Опять же, модный цвет. 46 800 стоит эта сумка. Малыш, логотип Чебути. Вот эта строчка, что я говорила, вот такой елочкой. Строчат канатной ниткой только дорогие машины. Специальные есть. Объясняли мне уже. Ножки на донышке. Также выстречены вот так красиво эти ручки, что для того, чтобы такое сделать, нужно дорогостоящее оборудование. Вот здесь деревянные вот эти вот уголочки. Наружный кармашек. И вот рамочный замок. Мы говорим, что ретро стиль возвращается. Все эти сумочки, саквояжки. Вот такая красота. Длинный плечевой ремешок. Кармашек для телефона. Кармашек для документов. Рамочный замок, формуар. Все вот здесь отстрочено. Такой красивый коричневый цвет. Даже вот сделан красиво вот этот язычок бегунка. Вот такой же, смотрите, с деревянным оконечничком. Выпуклый. 46 800. Дешево. Длинный плечевой ремень. И вот как красиво смотрится с бежевым цветом. Такая сумочка в ретро стиле. Стильная, необычная. И вот классика жанра черная. Красивая кожа. Длинный плечевой ремешок крепится. Очень такая неизбитая модель. Уникальная. Не как у всех. Вот с этим деревом. И вот, конечно, вот эта рамочка вся. Это тоже, кстати, вот деревянная вот эта рамочка. Здесь она тоже из дерева. То есть все очень необычно, стильно. И вот смотрите, как красиво. На фоне вот бежевого льна. Будет очень замечательно смотреть. 46 800. Есть вот такая красавица белая. Белый саквояжик. Ледний, чисто белый. Даже вот здесь висит замочек. Можно закрыть эту сумку. То есть у нее два бежунка. Длинный плечевой ремень. Карман для документов. Для телефона мелких предметов. Одно вместительное отделение. И прям сумочку можно закрыть на замок. Есть ключик здесь. Два бежуночка. Видите, у всех практически марок волнух. И вот вам замочек. У него вот ключик. Вот он вам, не шутка. Даже два запасных. Вот ключики. Замочек открываете. И сумочку закрываете. Уже никто не сберется. Вот, пожалуйста, замочек открыли. Сейчас на весу закроем. Ничего вам не хохрый-мохрый. Все закрывается на замок. Так. Не шуточный. Вот, все закрыли. Уже сумку вы не сможете открыть. Замочек вот снимается. Сняли. Ну, и понятно, что если вы где-то на работе уходите, оставляете деньги, документы какие-то. Вот в самолете мне рассказали, да, клиентка, что пошла в туалет, сидела с человеком. Лежали деньги в кошельке, да. Из туалета вроде и в сумку не потащила. Из туалета пришла, вроде деньги в кошельке. А когда стали считать, 100 тысяч нет. Ну, вот так закрыли. И тут уже незаметным сюда ты не заберешься. Вот. Ну, и, соответственно, так же замочек убрали. Вот вам будет осталось все закрытое. То есть вот такая красавица. 47 200 стоит. И опять же бамбуковые ручки. Здесь очень красивое крепление этих ручек. Кожа не зернистая. Отборные ножки. Саквояжик. Красивые вот эти все такие подкрайные обтекаемые элементы, выточки. И вот бамбук. Видите, бамбук у протези. Бамбук у марина-креациони. Бамбук у Бути. Вот вам, пожалуйста, сумочка белая, красивая. У меня мало сумок не на белый, но вам стильный, красивый, кипельно-белый, длинный саквояж. Вот такая красавица. Здесь вот видите, как сделано. По-другому они винтики. Здесь по-другому сделано. Вот она для длинного плечевого ремня ушки. Я вам его только что показывала. И вот вам даже замочек с логотипом фабрики Бути. Так, теперь мы идем по вот этим сумкам. Они все они единственные, заявляли. Опять же, вот Крокогималайи. Открывается эта сумочка вот таким образом. Кармашек для документов, для телефона мелких предметов. Клапан тоже вот так же сделан из тиснения. И видите, вот не просто кнопка, а вот она такая с грибочком. Вот она закрылась. Пленочку не буду снимать, потому что золотистая фурматура. Ручка. Вот видите, как красиво сделан крокодил. Каждая ячейка разная не повторялась. То есть не отличить от Крокогималайи. 41,200 цена у сумки. Марка элитная, премиальная. И вот, пожалуйста, вот такая красавица у вас. Крокогималай. Тут тоже разный рисунок. То есть практически как идеальное тиснение от Крокодила. И вот так сумочка. Очень женственная, стильная. Такая элегантная. Для элегантной одежды, для костюма, для брюк, для брючного костюма. Красивая, вот такая ручка. И вот такая вот красавица. Теперь есть вот такая маленькая, как я вам показываю, большие. То есть вот такая вот малышка. Все так же сделано. Ручки вот короткие. Ручки длинные. Они прячутся. Можно их просто вот так опускать. Хотите сзади, хотите впереди. На малышке все те же вот детальки. Тоже так же ножички сделаны. Тоже закрывается она на магнитные. Вот они кнопочки видны. И как кармашек. Красная замша внутри. Отделение. Те же все ножички. То есть малышка такая серьезная. Вот такая хорошенькая. Прямо посмотрите, как здорово сделано. Как прям крокодильчик натуральный. Ну и конечно сумка не дешевая. Много у нее всяких деталей. Поэтому такая вот малышка очень интересная. Потом вы справитесь у нее у меня про этот кошелек. Кошелек стоит 20 или 21 клеща. Вещала вам уточнить 20. Вот вам, пожалуйста, компьютер. Вот вам сумочка. И вот вам к ней, например, кошелек. Стоит он 20 тысяч. Разделили просто на проформе. Здесь сумки стоят больше 300 евро многие. Соответственно, это уже как данные санкции. Поэтому проформу разделили. От чего-то отняли. От чего-то привал. Лучше. Все помыли. Посмотрели. Ну, они обычно, вот эти кошельки на молнии. Они стандартные по периметру. То есть отделение на молнии для молнии. Очень много здесь разных отделений. Кредитные карточки. Они практически у всех марок сделаны одинаково. Потайные вот эти кармашки. 20 тысяч. Бути. Сертификат. Белая кожа внутри. И вот такой удобный перпичик. Вот вам круга немалая. Здесь берем вот такие сумочки. Кросс Бодика. Вот из этой же серии. То есть, опять же, вот этот вот такой выпуклый элемент. Как будто половинку отрезали от той большой сумки, которая вот идет с молнией. Таким образом, два бегунка расстегивается. Достаточно вот такая вместительная. Вот одно вместительное отделение. Вон кармашек для документов. Красная замша внутри. Стилистика у них у всех одинаковая. Сейчас, секунду. Два бегунка. Закрываются друг по встречу другу. Сумочка оригинальной формы, поскольку как бы отрезана половинка. И вот смотрите, как здорово она смотрится, как рост вроде. Удобно открывается. Здесь логотип Чеблоти. Вот такая красавица. 30 тысяч рублей. И вот есть более длинная сумочка. Они все в таких целях достаточно серьезные. Вот как сумки большие. Также вот сходятся эти молнии. Здесь уже два отдельно взятых отделения. Здесь вот красная замша. Кармашек для телефона. Там будет кармашек для документов. Вообще, мне надо спросить. Может, это вам это тиснение рассказывает вообще-то крока. И я вот узнаю. Кармашек, кармашек. А то я вам рассказываю, рассказываю. Тиснение. Может, это и не тиснение совсем. Уточню, позвоню, спрошу и скажу. Потому что прямо натуральное и натуральное не все. Даже, честно говоря, не верится. И вот так же тоже вот носится на длинном плечо, на длинном ремешке и на ручки. То есть вот эти вот снимаются. Ручки, они съемные. И остается сумочка, как такая женственная, элегантная для ношения в руке, без вот этого плечевого ремешка. Она съемная. То же самое и здесь. Здесь тоже ремешок длинной плеченно-съемный. Можно его снимать. И носить сумочку просто в руке. Как вот такую красивую, элегантную малышку. То есть вот таким образом. Вот так, а вот так. Вот такие две красавицы. Уникальные и необычные решения. Есть у нас из этой серии просто. Обычные черные, из отборной кожи. Вот такая красавица. Здесь вот идет такой же вот этот элемент. Черный обычный цвет. И вот видите, как она интересно сделана. Здесь вот более выпуклая часть швы. А здесь вот прям сумочка цельная, шва нет. Двойной черный бобомбок. Кармашек. Красная подкладка внутри. Как и на вот этой сумке. Второе отделение, я думаю, тоже ручка съемная. Там кармашек для телефона. Тоже красная подкладка. Мягчайшая кожа. Очень приятная. Два бегунка. Вот так застегиваются. Очень красивая. Видите, сверкает кожа. И тоже вот эти вот ремешочки съемные. Можно носить как просьбоди. Можно носить как такую стильную лодочку. Вот такая красавица. Безменка черной кожи. Вот она вот такая же уединоличная форма, как у красной стрелы. Сходится сюда. Кто и далее его путешествовал на поездки. Напоминать будут поездки в эту чудесную страну. Теперь вот такая интересная модель. Вся с кантом. Закрывается она вот таким образом. Вот она магнитик. Та же красная замша внутри. Кармашек для телефона. Сертификат. Закрывается вот так друг на дружку. Загивается. Все вот так идеально скроено, сделано. Регулированный длинный плечевой ремешок. И носится эта сумочка вот таким образом. Есть она вот в карамельном красивом цвете. Давайте наденем вот сюда. Вот тут все. Сейчас я ее гостик спрячу. У нее все будет в полно. Вот таким образом. Вот так. Вот и делаем. То есть или так, или так. Карамель и черный. Необычные, стильные, элегантные. Из дорогой кожи. Дорога, шитые сумки. Вот так вот. Закрывается красиво. Бути, магнитик. И вот такая вот нежная, бархатная кожа. Закрывается вот эта сумочка красивая. Бути, черная кожа. Последнее, что хотела вам показать. Две вот эти красивые кроссботика малышки. Черная и изумровая. Вот как показывала белую большую. А это две вот маленькие сумочки. Очень жадостные. Девочки на девочке. По стеснению под кроком. Черный, зеленый. Вот так интересно сделана застежка. Как вот здесь пуговичка. Такая. Длинный плечевой ремешок. Замша внутри. Кармашек для документов или кредитной карточки на молнии. Одно вместительное пространство. Вот такой красивый изумровный цвет. И вот такой черный. Стоит эта сумочка 34 тысячи. Видите, вот ни одна, скажем, ячейка не повторяется. Здесь разные, здесь разные. Я завтра уточню. Вот. Ну, конечно, что-то утеснение. Но кто знает, узнает. Вот изумрудная и черная. И две красоты. Зеленый. Красавица маленькая. Вот. Начала. Вот. Вот. Все, что вам хотела показать. Из-за бемарки. Все, что осталось. Думаю, очень надеюсь. Ищу себе сейчас возможность куда-то уехать. Говорила, что визу у меня, к сожалению, я не успела сделать. Из-за этого переезда об устройство ремонта. Вот. Поэтому пока не знаю. Очень надеюсь, что я в конце следующей недели уеду. Сделаю все дела. Не знаю, будет ли во вторник эфир в четверг. Вот. Наверное, хочу предварительно с вами попрощаться. Потому что я заслужила действительно отдых. Первый раз, наверное, в своей жизни. Я работала с 5 марта. Без одного выходного дня. Переезд этот дался мне нелегко. Вы все приходите, восхищаетесь магазином. Хвалите. Говорите, как здесь красиво, просторно. Да. Я с вами согласна. Я тоже получаю удовольствие. Даже эфир за мной. Теперь нет вот этой, скажем, такой наполненности излишней эколог. Все просторно, красиво, но нелегко это все удалось. Вот. И люди, которые могли что-то построить, помочь, их надо было искать. Это надо было искать, чтобы это люди были профессионалы. Не просто здесь все с этими кондиционерами мучилась. Ни одна я. Вот. Сделали так, что отверстие для них наружу нельзя делать. Она немножко маленькая. В общем, выдохлась. Нужен отдых, заряд бодрости. Ну и потом, если все получится, потому что жара в Европе ужасная, вот, и тогда уже будем с вами креативить. То есть будем тогда уже пытаться, может быть, какие-то коллаборации с одеждой, и перчатки заказывать, и какие-то эфиры с фабрик. Есть у меня задумки новой фабрики вам представить. По сумкам, может быть, зонты по соте. Все просят, я сама ношу, они у меня уже не знаю, сколько их лет, уже, наверное, 12-13-15 лет, они уже износились бы со мной. Вот. И уже тогда будем на следующий сезон что-то придумывать интересное, новое для вас. И я говорю, есть у меня задумки. Три-четыре фабрики новые вам предложить. Очень интересно. Я надеюсь, что все получится. Не говори бог, пока не перепрыгнешь. Вот. Если все получится, силы здоровья будут, то обязательно вам что-то интересное в следующем сезоне тоже представим. Вот. Так что спасибо вам большое. Все, кто собирается на отдых, тоже вам хорошего отдыха, хорошей погоды. У нас сегодня посвежело. Вчера был очень сильный дождь. Сегодня уже комфортная, хорошая погода. Вот. Не жарко, дверь-дре открыта. То есть дышится хорошо, легко на улице. И вам тоже, кто звонил мне сегодня, кто говорили, что ужасная жара, желаю вам немножко тоже, скажем, свежего прохладного воздуха, ваши города, чтобы климат смягчился немножко, жара спала. И, соответственно, вам комфортно было жить, работать, отдыхать. Вот. И проводить лето. Так что спасибо вам большое. Вот. Спасибо вам, Олечка. Да. Очень надеюсь, что у меня этот отдых сложится, получится. Потому что я всегда все с колес покупаю. Кто-то озадачивался заранее. Ну, как правило, с колес. Да. Все нормальным образом. Билеты я так покупаю. И все. Я думаю, что тоже все получится. Так что всего хорошего вам. Спасибо. Если будет какая-то возможность, я не уеду, то я дам вам знать, что-то тогда докажу, расскажу. Вот. Всего вам хорошего. Спасибо, мои дорогие, что вы у меня есть. Вот. И до новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...